видно тогда поехали смотрим сегодня в выпуске говорим про 1 апреля рассказываем сейчас бы я бы опять проорал бы но та птица которую показывал в прошлом видеоблоге было куда лучше об устройствах для корпусов напоминаю устройство про корпуса а показали показали устройствах для показали устройство электромагнитный зал а это устройство для гаусса напоминаем про арес привет пророс серьезно не рофл танкисты 1 апреля было позавчера а значит пришло время объявить вам что если в парном джиггернауте вы поймали голд то получат его оба ведь на 1 апреля возможно все да вы правильно поняли это было сутка а я думал это плавка меня на зверье получается что весь этот парный режим джиггернаута не что иное как 1 апрельская шутка а вот что не шутка так это все мероприятия посвященные всемирному дню юмора праздничная краска праздничное оформление праздничные парашюты и это только начало двойные фонды coin box и тематический режим в матчмейкинге с повышенным шансом выпадения голдов также как обычно с сегодняшнего дня скидки в магазине завтра в гараже а в воскресенье на прокачки и их ускорение и в качестве вишенки на торте спец предложения включающих опачки вот это спецпак боевой пропуск 100 халявных звезд и 3 контейнера почти бесплатно 249 рублей так это же копейки блин надо брать себя боевой пропуск 3 контейнера и 100 звезд так что шутки в стороны и вперед в игру только видеоблог досмотрите а мы продолжаем рассказывать вам о грядущих изменениях в игре и речь идет не о новом скине пушки или краски а о более серьезном нововведении ничего себе об устройствах для корпусов что за устройство такие и чем они будут вам полезны как вы знаете защитные модули от жилья и фриза не только снижает урон от этих пушек но и снижает эффекты температуры танк сложнее заморозить и сложнее сжечь если у него экипированные эти защитные модули такие эффекты называются статус эффектами потому что они влияют на состояние статус вашего танка когда-то температурные статус эффекты принадлежали только двум этим пушкам но со временем перекочевали на другие пушки через устройство или через дополнительные механики как у вулкана это привело к тому что в некоторых случаях необходимо было занимать место защиты под пушку который возможно даже не было в бою это мы собираемся исправить устройствами для корпусов теперь защитные модули будут защищать исключительно от урона пушек а устройство для корпусов буду давать защиту от статус эффектов таких как перегрев заморозка и еще раз пожалуйста щиты под пушку который возможно даже не было в бою это мы и собираемся исправить устройствами для корпусов теперь защитные модули будут защищать исключительно от урона пушек а устройство для корпусов буду давать защиту от статус эффектов таких как перегрев заморозка или появившийся недавно электромагнитный импульс и не просто защиту а полную неуязвимость от определенного статус эффекта так же как и для ну чё могу сказать как бы ну это знаете вот это из разряда того когда не знаешь что придумать и придумываешь что-то но по сути ну такое си то есть по сути вы берете устройство на смоку да с заморозкой а там челик играет на корпусе у которого короче есть устройство то что нерфится его заморозка и по сути вы не морозить танк ну тупо из разряда того что ты когда не знаешь что придумать ты придумаешь абы что и все сказать что это крутая идея это типа вау ну я так не могу да понятно дело что типа ты потом будешь это покупать если там не хочешь об тебя шоковый фриз нагибал да ты взял корпус который не морозит окей да с одной стороны это круто но это повторюсь из разряда того что типа ним не знаю что придумать придумываешь абы что за деньги будете ну такое ну да и плюс скорее все это все задано пушек экипировать на корпус можно будет только одно устройство это нужно для того чтобы не выключать полностью статус эффекта из игры кроме защитных устройств мы планируем сделать еще несколько наверняка вам будет интересно сделать свой танк например более паркуристым в отличие от пришло начальный набор устройств будет одинаковый для всех корпусов но для каждого устройство нужно будет приобретать отдельно естественно вы сможете одновременно экипировать на свой танк устройство для пушки устройство корпуса и три защитных модуля о том когда устройство появится в игре мы расскажем в одном из следующих выпусков а какие устройства для корпусов хотели бы видеть вы пишите в комментариях какие устройства напишите такие устройства и будут лайфхак многие из вас думали что спойлер ареса был первоапрельской шуткой а это что не сутка поэтому тут мы абсолютно серьезные и в следующем видеоблоге расскажем и даже покажем много интересного про рс и не только сейчас на ютюбе бум просмотров как на такой повышенный спрос отреагировали наши постоянные авторы думали порты столько на стартовал плей-офф главного рельсового турнира моц кланс в боях на вылет столкнутся четыре клана найтс эдванс пингвинс гоу-про и этернити пингвинс уже становились чемпионами моц два сезона назад смогут ли они выиграть титул мастера меча второй раз или мы увидим абсолютно нового чемпиона юбилейного пятого моц поболеть за команды и посмотреть за главными матчами турнира вы сможете на канале стрим а в турнире то в тандем уже сегодня состоится гранд-финал тандем глава и зам уже ждут своих противников в верхнем финале они уже встречались с тандемом дабу фейст участник которого марикас 4 однерки выиграл заветную краску кисло марикас 4 однерки в прошлом году став победителем то в трио глава и зам на протяжении всего турнира показывали отличную игру переигрывая своих противников во всех аспектах один из участников глава и зам ярик занимающий первую строчку в рейтинге чего первое место эффективности среди всех игроков то не остановился на достигнутом и пришел киберспорт где показывает отличные результаты как в клановых так и в тандем овых битвах возьмет ли его команда первое место да возьмет все ёпта давайте спорте то тебе непременно нужно поучаствовать в турнирах blitz создавать три блица пройдут будет ревер и пиццы вы может из-за введения всеобщего карантина наш следующий видеоблог может задержаться или выйти не совсем в привычном для вас формате в любом случае все самые свежие новости вы можете найти в наших соцсетях а мы в свою очередь сделаем все чтобы встретиться не ну в принципе что я могу сказать друзьям что могу сказать информативный да как бы видеоблог но что касаемо устройств там как бы скорее всего это будет более негативная часть нежели позитивная как артем правильно подметил скорее всего это будет все за донат и понятное дело что большинство будет просто хейтить в дополнение разработчиков да и как бы ничего хорошего в этом нету идея такая ся на троечку если честно а если еще реализация будет на троечку то как бы это и очередной провал ну сами понимаете в наше время тут уже как бы тяжело что-то спасти но явно можно спасти не тупыми обновлениями и не какой-то ерундой что касаемо рс но я не знаю то что типа там апрель апреля то нами просто чуть-чуть рассказать будет выйти он но выйдет ближе к концу флэша то есть ближе к концу года скорее всего я думаю что ну в скором времени точно можете не ждать по что там это будет еще все тестится при том что это корпус который якобы летает это очень много багов очень много будет багов очень много будет лагов из-за этого и это должно все фиксится это не так быстро происходит при том что массового теста еще не было а если не было массового теста туда рез еще как до китая грубо говоря а если они как бы выкатят арес на основу когда он будет не готовый да то есть не пофиксит все эти баги ну сейчас очень такая стрёмная темочка для игры в общем и целом она по сути ну игра на волоске как по мне и сейчас можно потерять все и в одно неверное движение уже будет провалом последним можно так сказать поэтому здесь надо очень грамотно к этому подходить как-то так как-то так друзья